всем привет добро пожаловать на канал в тнт в моих руках samsung galaxy a30s это следующий девайс после samsung galaxy a30 в этом видео конечно я не буду полноценно разбираться лучше ли этот девайс нежели galaxy a30 но все-таки некоторые аспекты сравнения я проведу и поэтому я этот видосик для вас записываю сразу хочу сказать что мне понравился и цвет данного девайса и понравился вот этот момент с дизайном буквой x будем так это назвать или это просто крестик мне видится буква x а уже вы смотрите как вам что видится также сразу заметно стало что у смартфона три камеры в отличие от а30 обычного там где две камеры и это приятно но вот качество сделанного смартфона мне не сильно нравится первый косяк который я нашел это на верхней части вот этот черный ободок он в этой части выпирает и чухается царапается он должен как бы ровненько прилегать а его то ли некачественно поклеили то ли вот эту кромку некачественную сделали вот здесь прям вот очень неприятный момент который меня напрягает да к сожалению камера этот момент вряд ли передаст ну вот здесь прям вот ощущается и мне кажется что вот здесь будут цепляться волосы потому что и вот в верхней части не до конца проклейка есть и это прям вот блин вот это очень не круто также я заметил еще одну вещицу это в диапазоне камеры внутри под этой поверхностью крышки черная ця . то ли там попала какая-то песчинка то ли не до конца краску правильно поклеили я не знаю что это но черная ця . и она реально бросается в глаза я ее заметил сразу на данном этапе я заметил вот пока что два таких момента то есть если мы говорим о сборке я не ощущаю никаких там скрипал похрустывание или каких-то неровностей кроме тех которые я вам высказал что касается экрана то заявлен super amoled hd плюс экран то есть означает что разрешение у данного смартфона меньше даже нежели у galaxy a 30 и даже меньше чем у galaxy a 20 у которых full hd плюс разрешение это сразу бросается в глаза когда вы читаете какой-либо текст например зайдя в фейсбук я вижу тут всякий разный текст и вот этот более мелкий текст мне иногда нужно немножко ближе читать я сразу же вижу эти пикселей и вот это меня очень сильно напрягает например точно такой же текст на другом смартфоне тот же super amoled но с full hd плюс экраном но это правда xiaomi midi 9 light это немножечко получше устройство но тем не менее смотрится значительно лучше то есть вот когда ты берешь full hd плюс смартфон и hd плюс то разница ощущается особенно как я и говорил что на таком среднем мелком тексте в остальном экран приятный яркий сочный минимальная яркость достаточно минимальная вот как и максимальная яркость на улице видимость не лучшая но нормальная но опять же то есть учитываем что это бюджетный смартфон теперь идем о технических характеристиках данный смартфон получил точно такой же процессор как у samsung galaxy a 30 соответственно он выдает практически такие же результаты но точно проверить не получится потому что версия android которая была у меня на а 30 немножечко другая здесь уже обновился android и соответственно мы видим результат 121000 но давайте я перейду в галерею тут я в скриншотах сделал несколько скриншотов несколько тестов antutu и вот первый тест antutu был 122 1647 далее был 123 тысячи 306 и вот 121 1826 три теста подряд также я провел тест скорости памяти и она здесь не быстрая будем так говорить 297 на 103 мегабайта в секунду то есть это очень очень бюджетный вариант по памяти что касается geekbench опять же то есть он обновился до пятого поколения сравнить точность результатов нужно одновременно два девайса поэтому сравнивать а 30 вряд ли будем что касается оперативки то ее здесь 3 гига lp ddr 4 а также 32 гигабайта постоянной памяти лоток здесь полноценный две сим-карты и карта памяти работает данный девайс пока что на девятом андроиде но он включен в программу обновления до 10 андроида и десяточку он если не в конце 2019 года то начале 2020 получит я прослушал несколько различных композиций на данный смартфон в том числе и такую сложную музыку виде рока на максимальной громкости динамика и скажу что динами здесь достаточно тихий и качество его оставляет желать лучшего что касается в звука в наушниках то у меня особых претензий нет опять же я отношусь данному смартфону как бюджетнику поэтому как для бюджетного девайса звук нормальный громкий но прям назвать его качественным нет например у сяоми redmi note 7 звук с наушников получше теперь плавно переходим к камере как я и говорил что у данного смартфона три основные камеры это камера на 25 мегапикселей на 8 и на 5 мегапикселей одна камера идет обычный фокус то есть это обычная корзинка вторая камера широкоугольная и третья для глубины резкости это лучшие показатели нежели у а 30 но и в плане фронтальной камеры тоже ее улучшили она здесь 16 мегапикселей и делает ну нормальные фотографии вы сами конечно же оцените и скажете нравится вам фотки на фронталку или нет давайте я вам проведу небольшой как бы тест смотрите вот есть у нас объект снеговик и он наполовину вмещается в кадр вот мы делаем снимок его в половину включаем широкоугольный и наш снеговик полностью вмещается конечно качество фотографии становится хуже но тем не менее снеговик полностью вмещается в кадр что касается видеозаписи то мы имеем ту же самую картину то есть мы снимаем видео снеговика и он у нас в половину роста то есть то ли нижняя часть стали верхняя часть и когда переключаемся на широкоугольную камеру то мы конечно видим немного лучший результат как вы видите картинка не кропается стабилизации соответственно стабилизации у данного смартфона нет что касается фронтальной камеры то мы можем видеть результат вот такой то есть если мы говорим по видеозаписи то видеозапись идет только в одном каком-то формате то есть нету там широкоугольного или обычного нету живого фокуса для видео то есть просто вот видеозапись идет но если мы говорим о фотографии то мы видим что немного картинку зазумела и теперь можно ее немножечко расширить то есть она приблизительно такая же как во время видеозаписи и также есть живой фокус который доступен только на фото интенсивно живого фокуса можно выставить ползунком также я в распаковке не нашел всякие разные они моджи сэлфи моджи и так далее но как оказалось все достаточно просто нужно нажать вот сверху на сэлфи моджи и у вас появляется целый ряд вот этих всяких штучек связанных с эмоциями они моджами и так далее всякие разные дживки можно добавлять эти тут звуки и это все будет не только в режиме фотографий но и в режиме видео до хватит мне да все всего доброго блин капец ну кому-то нравится не знаю я сделал для вас целый ряд фотографий и видео предлагаю посмотреть на данный смартфон и в комментариях обязательно напишите как вам фото и видео на данный девайс сэлфи и видео на фронтальную камеру samsung galaxy a30s что могу сказать принципе камера очень хорошо ловит свет прям вот шикарно детализация должна быть неплохая по крайней мере на экране смартфона смотрится очень даже все положительно и ширина угла и в целом мне кажется что для бюджетного телефона именно в плане видео он весьма даже неплох что скажете видео на основную камеру galaxy a30s да что могу сказать аппарат конечно не совсем видеофон на основную камеру в плане того что здесь нет возможности снимать видео не 4k не full hd 60 fps нету таких фишек как там каких-то там типа 480 замедление или 960 как это реализовано у китайцев у huawei вот здесь такого к сожалению нет но в принципе картинка более-менее сносная фокус как вы видите очень медленно переходит плавненько если аккуратненько медленно снимает то в принципе можно что-то и прикольное заснять какие-то такие знаете кадры вот смотрите как здесь прикольно еще и зафоткать можно одновременно да ну как-то так можно также записывать видео на широкий угол то выглядит вот так в сравнении с обычным углом как вы можете видеть захватывается очень большой ракурс картинки просто невероятно большой фокусировки как вы понимаете в широком угле нет но в принципе если снимать какие-то там объекты далекие которые не влазят в кадр очень даже наверное получится неплохо наверно это не точно итак друзья что касается игр я затестил такие игры как all of duty asphalt 9 по мобайл world of tanks и brawl stars и записал такие небольшие нарезочки для вас и вот сейчас по 20 секунд каждой игры ну кроме brawl stars то есть brawl stars идет хорошо вот по этим играм что вы сами посмотрели качество и как идет игра а а и и и и и и и Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что для меня является странным... Для меня является странным и даунгрейд экрана... То есть с Full HD на HD... Я, конечно, понимаю, что у Samsung конкуренция с Xiaomi Mi A3, у которого тоже HD экран... Но, блин, чтобы вот прям настолько... Я даже не знаю, есть ли в этом какой-то смысл... Тем более, что фото и видео в возможностях Xiaomi Mi A3 будет существенно получше... Да, у Mi A3, к сожалению, нет NFC, а здесь он есть... Но, блин, это не такое уж и прям принципиально важное преимущество... У него есть еще один конкурент в виде Honor 8X, который явно не уступает... Я бы сказал так, что даже Honor 10 Lite, который стоит на более чем 1000 гривен дешевле... То есть это где-то на 40 долларов дешевле... Лучше, нежели этот Samsung... Блин, ну... Как-то странно, очень странно... Samsung, я, конечно, уважаю вас за то, что вы стараетесь... Но старайтесь немножечко получше... В целом, на данном этапе по цене 240 долларов... Я не вижу смысла брать данный смартфон... Даже с учетом всяких гарантий и плюшек... Его максимальная цена у данного смартфона 150 долларов, не более... И я понимаю, что Samsung никогда не опустит цену на 150... Поэтому, друзья, прежде чем покупать именно А30, очень сильно подумайте... А стоит ли он того? Также напишите в комментариях, что вы считаете по этому поводу... И не забывайте поставить лайк, подписаться на мой YouTube канал... И посмотреть другие интересные видео... А также подписывайтесь на мои социальные сети... Всем пока, до скорых встреч в новых видео!